Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому посланию к Тимофею, первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем делать обозрение пятой главы этого послания. В этой главе апостол, первое, дает Тимофею указания относительно того, как надо обличать. Это с первого по второй стих. Второе. Дает указания относительно вдов старых и молодых. Это с третьего по шестнадцатый стих. Относительно пресвитеров, то есть, собственно, священников, Это с семнадцатого по девятнадцатый стих. Как обличать перед всеми провинившихся. Это двадцатый стих. И пятая тема. Торжественно заклинает Тимофея относительно рукоположения. Двадцать первый и двадцатый стих. И шестая тема. Дает совет относительно его, Тимофея, здоровья. Это двадцать третий стих. И указывает, как различать грехи людей по их последствиям. Это двадцать четвертый и двадцать пятый стих. Итак, первая тема, перекопа, дает Тимофею указания относительно того, Как надо обличать. С первого по второй стих. Читаем. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, Младших, как братьев, Старец, как матерей, Молодых, как сестер, Со всякой чистотой». Вот здесь говорится о том, Что каждый возраст требует своего подхода. «Старца нельзя укорять, Как в русском народе говорят, Яйцо курицу не учат, Но увещевать, как отца». Если сыну приходится увещевать отца, Он находит такие слова, Которые не будут даже выглядеть, Как увещевание, Чтобы не оскорбить отца. «Младших, как братьев, Как кровных братьев, Старец, как матерей, Младшие в первой позиции, Это подростки, мальчики, Далее молодых, Это подростки женского пола, Как сестер, со всякой чистотой». Мы видим, что для каждого возраста Апостол Павел подсказывает Стратегию поведения. Особенно важно, Когда мы почитаем пожилых людей. Тем более, что есть соответствующая Заповедь Божия. Это книга Левит, 19 глава, 32 стих, Стих, где сказано «Пред лицом седого вставай И почитай лице старца, И бойся Господа Бога твоего, Я Господь Бог ваш». То есть мы должны Пред лицом седого человека вставать, Особенно в транспорте, Чтобы уступить место. Преподобный Ефрем Сириан пишет «Почитай Иерея Истарейшего, Да не зайдет на тебя Благословение уст их, Почитай старцев, Как много послуживших Христу, Оказывай честь старцам Ради Господа И ради наиболее Ведущих из братьей, Не преневоливай старцев к делу, Потому что они сокрушили подвигами Плоть юности своей, То есть те, которые с юности До старости с нами, Они как победители. Старцам оказывай честь Ради Господа К юноше, Остающемуся позади, Будь сострадателен И получишь награду от Господа. Кто почитает старших, Того будут радовать младшие, И в день молитвы своей Будет он услышан». Это работа преподобного Ефрема Сирина, Которая называется «В подражании притчам». А вот что пишет Святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, Проповедник всемогущего Господа Апостол Павел говорит «Старца не укоряй». Но это его правило Надлежит сохранять в том случае, Когда вина старца Своим примером Не влечет к погибели Сердца юных. Там же, где старец подает юным Пример к погибели, Там его надлежит поразить Достаточным укором. То есть во всем есть мера И всегда есть исключение из правила, Которое, впрочем, Подтверждает правила. Далее идет тема Относительно вдов Старых и молодых. Это с 3 по 16 стих. «Вдовиц, почитай, Истинных вдовиц». Что значит Истинные вдовицы? Истинные вдовицы – это те, Которые пребывают В своем вдовстве И не оскверняют Своего лужа. Вдовица может выйти замуж? Ничего предосудительного В этом нету. Патриарх Авраам Создал прецедент, Что после смерти Одного из супругов, Оставшийся в живых, Может вступить В новые отношения. Но вдовица – это та, Которая сохраняет Чистым свое ложе Или она выходит замуж, Или она сохраняет Вдовство в чистоте. Я бывал в странах Латинской Америки И там вот поражает Положение вдовиц. Это такие женщины, То, что я видел, По крайней мере, Они были толще меня, Там разу два. Они все одеты В таких черных Одеждах, Кружева, Кружева, Такие черные, Платки такие. И у них вееры, Там жарко. И они сидят В церквах Латинских На почетном месте Спереди. И я спросил Там у человека, Что это за женщины, Почему у них такое Выгодное место. Мне сказали, Это вдовицы. И подсказали, Вот эта вдова Уже 40 лет Сохраняет верность Усопшему мужу. Это у нас молодая вдова. И в латинской традиции Они занимают Особое такое место И очень так Живописно выглядят. Вдовицы, Почитай истинных вдовиц, Если же какая вдовица Имеет детей Или внучат, То они прежде Пусть учатся Почитать свою семью И воздавать должное Родителям Ибо сие угодно Богу. О чем это? Это о том, Что воспитание Детей Осуществляется Через особое Отношение К пожилым К людям В возрасте. Сейчас В странах Запада Да и России Детей Превращают В некоторых таких Идолов И истуканов И вокруг них Носятся взрослые И пожилые И в результате Эти дети Превращаются В таких Эгоистических Чудовищ А вот В странах Кавказа Например Детей воспитывают На правильном отношении К самым пожилым Членам семьи Там все движется Вращается И бегает Вокруг пожилых И дети Вместе со всеми И такие дети Врастают В таких Строгих Патриархальных Отношениях У них Правильная Иерархия Ценностей А если Ребенка Ставят Во главу Всей семьи То Он потом Сам себя Поставит Во главу Всего Это будет Конченный Эгоист И гедонист Поэтому Вот эти слова Четвертого стиха Пятой главы Первого Послания К Тимофею Надо воспринимать Серьезно То есть Мы воспитываем Младших На общем Уважении К старшим Далее Пятый стих Истинная Вдовица То есть Та, которая Не оскверняет Ложи И Одинокая То есть Та, которая Не вступила Даже В такие отношения То есть Не выходила Замуж Истинная Вдовица И Одинокая Надеется На Бога И пребывает В молениях И молитвах День и ночь А Сластолюбивая Заживо Умерла И вот В латинских Храмах Южной Америки Меня поражало Уважение Всех К этим Вдовам Этому Надо Поучиться Седьмой Стих И ниже И сие Внушай Им Чтобы Были Беспорочные Господь Хочет Видеть Нас Беспорочными Потому что Со своих Избранников Он Спрашивает Всегда Значительно Строже Чем С обычных Людей Если Кто Своих И особенно Домашних Не печется Тот Отрекся От веры И хуже Неверного Я очень часто Цитирую эти слова Это знаковые слова Семья Это Домашняя Церковь И Очень важно Выстраивать Правильную Иерархию Ценностей Что на первом месте Что на втором На третьем И четвертом Если Если Кто Своих Особенно О домашних Не печется То Отрекся От веры И хуже Неверного То есть Он все Потерял Преимущество Веры Потерял Все Потому что Не воспринял Своих Домашних Близких Родных Как объект Пристального Внимания Вдовица Должна быть Избираема Не менее Как Шестидесятилетняя Бывшая Женой Одного Мужа Известная По добрым Делам Если Она Воспитала Детей Принимала Странников Умывала Ноги Святым Помогала Бедствующим И была Усердна Ко всякому Доброму Делу Здесь Говорится О избрании Вдовиц То есть Отделение Истинных Вдовиц От ложных Как бы Учреждение Некой Иерархической Ступени То есть Такое Почтительное Отношение Было К этому Институту Вдовиц Молодых Вдовиц Не принимай То есть Не обеспечивай Им такого Уважения Ибо Они Впадая В роскошь В противность Христу Желают Вступать В брак В противность Христу Имеется Ввиду То что Христос Не Вступал Ни в какой Брак Его невеста Это церковь То есть Все верующие В него Они То есть Молодые Вдовицы Подлежат Осуждению Потому что Отвергли Прежнюю Веру Которую Имели При жизни Своих Мужей При том Что Они Будучи Праздны Приучаются Ходить По домам И бывают Не только Праздны Но и Болтливы Любопытны И говорят Чего не Должно То есть Такие Молодые Вдовы Праздно Шатающиеся Между Домами Христиан Они Разносчики Слухов И Сплетен Итак Я желаю Чтобы молодые Вдовы Вступали В брак Рождали Детей Управляли Домом И не Подавали Противнику Никакого Повода К злоречию Какие-то Женщины Ходят По домам Это Действительно Был повод Для Злоречия Для Подозрений На христиан Ибо Некоторые Уже Совратились Вслед Сатаны Если Какой Верный Или Верная Имеет Вдов То Должны Их Довольствовать И не Обременять Церкви Чтобы Она Могла Довольствовать Истинных Вдовиц Здесь Действительно Мы видим Что истинные Вдовицы Это Как бы Богатство Церкви Слава Церкви Но Такое Их Особое Положение Я видел Только В Южной Америке На некоторых Приходах Латинских Далее Относительно Пресвитеров Это Семнадцатого По девятнадцатый Стих Достойно Начальствующим Пресвитерам Должны Оказывать Сугубую Честь Особенно Тем Которые Трудятся В слове И Учение Что значит Оказывать Сугубую Честь Материально Поддерживать Вот что Означает Оказывать Сугубую Честь Особенно Тем Которые Трудятся В слове И учении Чтобы им Не думать О хлебе Насущном Чтобы Они могли Кормиться От благоествования И далее Ибо Писание Говорит Не Заграждая Рта Увола Молотящего И Трудящийся Достой Награды Своей То есть Если Кто-то Трудится В слове В проповеди Евангелия Мы должны Поддерживать Этих Людей Именно Финансово Чтобы Они Не беспокоились О том Как они Будут Лечение Проходить Что Они должны Есть пить Есть Возможность Купить Какие-то Новые Книги И так Далее Так как Учащиеся По Библии Подвергаются Нарицаниям И ложным Обвинениям Сразу Сказав О необходимости Обеспечивать Их Павел Пишет 19 стих После 18 Обвинение На пресвитера Не иначе Принимай Как при Двух Или трех Свидетелях То есть Сказано Что Учащиеся Подвергнутся Великому Какому-то Осуждению Это У других Апостолов Сказано Поэтому Здесь Павел Сказав О необходимости Обеспечивать Всем Преподавателям Священников Говорит Обвинение На пресвитера Не иначе Принимай Как при Двух Или трех Свидетелях Обвинения Которые Наиболее Часто Распространяются В мире Это Обвинение В какой-то Сексуальной Нечистоте Или Обвинение В какой-то Материальной Нечистоплотности Присвоение Общественных Денег И так далее Это Основные Обвинения Которые Возводятся На Пресвитеров Но Апостол Павел Защищает Пресвитеров Настаивая На том Что Обвинение На пресвитера Не иначе Принимай Как при Двух Или Трех Свидетелях То есть Если придет Человек И скажет Что вот Пресвитер По отношению К нему Вел себя Нецеломудренно Или По отношению Какой-нибудь Деве Женщине Вел себя Нецеломудренно Это Не свидетель Должно быть Свидетельство Двух Трех Свидетелей И здесь Аллюзия На закон Божий Который Настаивает На том Что Любое Обвинение Может Считаться Верным При устах Двух Трех Свидетелей Причем На востоке Считается Что Обвинение В сексуальной Нечистоте Недостаточно Двух Трех Свидетелей Должно быть Четыре Свидетеля Потому что Очень распространенное Обвинение И каждый Из этих Свидетелей Должен был Видеть Тут идет Эфемизм Как ведро Опускалось В колодец Это эфемизм То есть Они должны были Все четвером Стоять Со свечками И непосредственно Видеть Как ведро Опускалось В колодец Но понимаете Что означает Этот эфемизм Это Во-первых Трудно Представить А вне Этого Порядка Обвинение Не Принимается Оно Принимается Не Иначе Как При Двух Или Трех Свидетелях Но практика Настаивает Даже На четырех Ефрем Сирин Пишет Объясняя 17 стих Достойно Начальствующим Пресвитерам Должно Оказывать Сугубую Честь Особенно Тем Которые Труются В слове Учения Ефрем Пишет Хорошо Умеющие Управлять Народом Пресвитеры Достойной Чести Пусть Удостаиваются Сравнительно С теми Товарищами Их Которые Ниже Их По делам Своим Особенно Трудящиеся В слове И учении Мы С Ефрем Такова Прежде всего Поддерживаем Священников Которые Трудятся В слове И В учении В сравнении Со своими Товарищами Священниками Которые Не трудятся В слове И В учении Они Имеют Преимущество На подаяние И на Материальную Поддержку Я Часто Говорю Вам Вот Сейчас Идет Эта Запись Идет Летний Период В летний Период Многие Выезжают За город Подмосковье Или Или В Ленинградскую Область Под Петербург Обращайте Внимание На Сельских Священников Поддерживайте Их Их храмы Наполняются Молящимися Только В период Отпусков Они Нуждаются Вашей Материальной Помощи Святитель Иоанн Золотауст Пишет Честью Здесь Называет Попечение Доставление Всего Необходимого То есть Надо оказывать Честь Пресвитерам Которые Пребывают В учении Честью Здесь Называется Попечение Доставление Всего Необходимого Это Видные Слов Не заграждая Рта Увола Молотящего И Трудящийся Достоин Награды Своей А вот Вот эти слова Обвинения На Пресвитера Не иначе Принимая Как при Двух Или Трех Свидетелях Золотауст Объясняет Следовательно Уже ли Нужно Принимать Обвинения Возводимые На Молодого Без Свидетелей Здесь Золотауст Отталкивается От того Что Слово Пресвитер Означает Старейшина Старшей И Золотауст Рассуждает Сказано Что Обвинения На Пресвитера То есть На Старшего Не иначе Принимая Как при Двух Или Трех Свидетелей А разве Это Основание Для того Что Вот Взять Молодого Обвинить Чем-то И Может Быть В случае С молодым И не Нужны Эти Два Три Свидетеля Прочитаю Сначала Следовательно Уже Нужно Принимать Обвинение Возводимое На Молодого Без Свидетелей Или Вообще На Всякого И Уже Ли Вообще Должно Без Исследования Произносить Приговоры То есть Осуждать Людей Без Разбирательства Что То же Значит Сказанное Им То есть Павлом Он Говорит Не на Других Но Особенно На Пресвитера Потому Что Под Именем Пресвитера Он Разумеет Здесь Не Всегда Сан А Возраст Так Как Юноше Легче Пережить Состояние Падения Нежели Старцу Отсюда Явным Становится То Что Тимофей Тимофею Уже Верена Была Церковь Или И весь Народ Азии Как Епископ Поэтому Апостол И беседует С ним О Пресвитерах То есть О старших Это Слово Как я уже Сказал Имеет Двойной Смысл И Старейшины И Священники В собственном Значении Слова Потому Что Сказано Трудящиеся В слове И Учения Культурно-исторический Комментарий Уточняет Греческая Культура Признает Ценность Свидетельства В законном Порядке Но В иудейском Законе Свидетельство Двух Или Трех Было Одним Из Кардинальных Требований То есть Нельзя верить Одному Свидетелю Это Это Основывается На Второзаконии 17.6 Второзаконии 19.15 Для апостола Павла Это Особенно важно Так как Пресвитер Должен быть Непорочен Следовательно Обвинение На него Должно быть Надлежащим Образом Перепроверено И принято Только После Тщательного Исследования То есть Оно даже Не принимается К рассмотрению Чтобы Не очернить Непорочность Служителя Далее Идет Интересная Тема Как Обличать Перед Всеми 20.000 Стих Согрешающих Обличай Перед Всеми Чтобы И прочие Страх Имели Вот это Очень Такой Сложный Текст Потому Что Вот смотрите Что пишет Эфимий Зигабен Ученый Монах Византийский Христос Относительно Согрешавшего Так Сказал Иди Обличи Его Между Тобою И тем Едино Это Матфей 18-16 И как Противоречия Здесь Павел Говорит Тимофею 20 стих 5 глава Согрешающих Обличай Перед Всеми Чтобы И прочие Имели Страх А Христос Говорит Сначала Обличи Один На Один Потом Двое Трое И только Потом Скажи Церкви И Ефимий Зигабен Пишет Христос Относительно Согрешившего Так Сказал Иди И обличи Его между Тобой И тем Единим Но Там Он Христос Говорит О грехе Пока Сокровенном От других А здесь Речь О грехе Всем Известна Таким Образом Противоречие Устраняется Значит Христос Говорит Если тебе Стало Что-то Известно Вот Надо Оберегать Честь Человека Не позорить Его Оберегать Его Непорочность Обличить Один На Один Там Двое Трое А если Грех Явный Для всех То Можно Публично Обличить Но И в этом Случае Надо Убедиться Что Все Не Заблуждаются По Поводу Этого Человека И Ефимий Зигабен Пишет В самом Деле Если Знающие О грехе Допустившего Его Не будут Знать Об его Изобличении То есть Осуждении И Наказания То и Сами Могут Подвигнуться На Подражание Ему Как Вредно Осуждение Без Свидетелей Так Равно И Отсутствие Наказания Для Явно Согрешающих Есть Путь Ко Греху Для Других Вот Здесь Затрагивается Очень Интересная Тема Что Если Грех Не Явный Не Надо Всем О нем Кричать С Попыткой Опозорить Человека Сейчас Церкви Предъявляют Такую Претензию Что Она Должна Была Всем Сообщить В полицию Обратиться Или Что-то Еще Церковь Никому Ничего Не Должна Мы Руководствуемся Теми Законами Которые Мы Принимаем Из Слова Божия Чтобы Прочие Страх Имели Ефим Загобен Объясняет Дабы Явным Наказанием Изобличенных Во грехе И Другие Были Вразумлены И В нашем Времени Присутствуют Такие Прецеденты Когда Патриархия Отлучает Не только Священников Но и Пископов От общения Запрещают Их Священнослужение По Точному Исследованию Того Или иного Вопроса В противном Случае Мы согрешаем Далее С 21 По 22 Апостол Павел Торжественно Заклинает Тимофея Относительно Рукоположения Что Нельзя Просто так Рукоплагать Всех Подряд Без Исследования Читаем 21 22 Стих Пред Богом И Господом Иисусом Христом И избранными Ангелами Заклинаю Тебя Сохранить Сие Без Предубеждения Ничего Не делая По Пристрастию Такое Вступление Торжественное И далее 22 Стих Рук Ни на кого Не возлагай Поспешно То есть Никого Не рукополагай Никого Не ставь Диаконом Или священником Поспешно И не делайся Участником В чужих Грехах Потому что Тот Рукополагает Грешника Как учил Иоанн Златоуст Тот Усиливает Грех Рук Ни на кого Не возлагай Поспешно И не делайся Участником В чужих В чужих Грехах Храни Себя Чистым Далее Идет Тема Павел Дает совет Относительно Его здоровья Да Тимофей Был Молодой Человек Но у него Были проблемы Со здоровьем 23 стих Впредь Пей Не одну Воду Но Употребляй Не много Вина Ради Желудка Твоего И частых Твоих Недугов У апостола Тимофея Были проблемы С желудком Может быть Это было Связано С тем Что он Так строго Постился Что пил Только одну Воду И может быть Вкушал Только один Хлеб Хотя мы знаем Что он И спортом Увлекался И Здесь Апостол Павел Создает Прецедент Он Показывает Что есть Послабление Для людей У которых Недуги И если Человек Не прибегает К этим Послаблениям Которым Предлагает Церковь Он Виновен В разрушении Своего Здоровья А значит Совершает Разновидность Греха Самоубийства Апостол Павел Указывает Тимофею Как Различать Грехи Людей По их Последствиям Об этом 24 25 Стих Грехи Некоторых Людей Явны И Прямо Ведут К Осуждению А Некоторых Открываются Впоследствия Опять Та же Тема Которой Мы Касались Есть Люди Которые Явно Согрешают А Есть Люди Которые Неявно Согрешают И мы Даже Не Уверены А Согрешают Для них На самом Деле Равным Образом Продолжает Апостол Павел И Добрые Дела Явны А Если И не Таковы Скрыться Не Могут То есть Добрые Деяния Это Как Свеча Зажженная Ее Нельзя Ставить Под Сосуд Но На Подсвечник Да Светят Всем В Доме Профессор Десницкий Комментирует 24 стих Грехи Некоторых Людей Явны И Прямо Ведут К Осуждению А Некоторых Открываются Впоследствии Он Пишет В Оригинале Употреблен Яркий Образ Грехи Сопровождают Людей Идущих На Суд Но У Одних Они Идут Впереди И Потому Очевидны А Других Догонят Только На Суде То Есть Грех Кого-то Он Действительно Всем Очевиден А Грешен Ли Другой Человек Это Может Определить Суд И Не Более Того А Когда Говорят Об Осуждении Что Грехи Рано Или Поздно Откроются Профессор Десницкий Грехи Считают Открытие Тайных Грехов При жизни Но Это Может И Не Произойти И Судный День А Судный День Это Уже Точно Произойдет Итак Сегодня Отцы Братья Сестры Мы сделали Обзор Пятой Главы Первого Послания К Тимофею Первого Верховного Апостола Павла Если Мы будем Живы Господь Позволит В следующий Раз Мы будем Читать С вами Шестую Главу Этого же Послания Продолжение следует